Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале! Сегодня я приготовлю вкусные творожные кексы. Для этого рецепта нам понадобится 200 грамм творога, 2 яйца, 3 столовых ложки сахара, может тем меньше, можно больше, какой сладости вы хотите, 1 столовая ложка сметаны, разрыхлитель для теста, ванильный сахар и мука. И также, по желанию, можно добавить изюм. У меня изюма немножко и орехи. Вот то, что было, то и добавлю. Творог нужно размять вилочкой. Затем в сухую емкость, что очень важно, чтобы тара была сухая, разбиваем 2 яйца. К яйцам добавляю сахар. А также ванильный сахар. Все это взбиваю миксером. Ко взбитым яйцам с сахаром добавляем творог. Взбиваем. Теперь добавляем 1 столовую ложку сметаны. Снова перемешиваем. Постепенно будем добавлять муку. Муку я просеиваю. К муке я сразу добавлю разрыхлитель. Разрыхлителя я добавлю 5 грамм. Продолжаем добавлять муку. Перемешивать я буду дальше просто ложкой. Консистенция в итоге должна получиться гораздо гуще, чем на оладьи. В тесто добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Конечно, лучше заменить сливочным маслом. У меня его просто нет. Поэтому растительное тоже подходит. Либо маргарин. Перемешиваем. Больше я муки добавлять не буду. Тесто как раз такое, какое мне нужно. Осталось только добавить либо изюм. Вот видите, у меня орешки. Что у вас есть? Можно цукаты какие-нибудь добавить. Хорошенько перемешиваем до однородности. Выпекать я кексы буду в силиконовой форме. Форму смазываю слегка растительным маслом. И заполняем тестом примерно на треть. С учетом того, что оно поднимется. И отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 30 минут. В итоге вот такие вот кексы у меня получились. Я свои кексы украсила сахарной пудрой. Посыпала, добавила вот такую сеточку из шоколада. Одна шоколада очень просто приготовила с помощью молока, сахара и какао. А также у меня была клубника. Вот такая вот красота получилась. Давайте сейчас один разрежем, посмотрим, какие же они внутри. Один кекс. Ну, кекс лучше не разрезать, а разламывать. Вот таким вот образом аккуратненько разламываю. Вот, посмотрите. Очень пористое тесто в такую дырочку. Это очень вкусно. Конечно, я испачкала руки. Но вот разламывать на разломе просто лучше видно вот саму пористость, чем разрезать ножом. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok